Здравствуйте, меня зовут Абер и я автор книги «Скопус Дайвес и Нелодия в Академии Сырбаев». Книга посвящена к тому, как надо строить свою карьеру в Академии, как можно минимизировать время, которое ты посвящаешь к тому, что тебе не нравится, и как можно максимизировать время посвящено к тому, что нам нравится и приятно. Сегодня мы будем говорить о том, как создать стратегию публикации о своих научных статях. Надо иметь в виду, что стратегия публикации выключает работу с журналами, которые находятся в базе данных «Скопус», поскольку «Скопус» уже по всему миру стал признаком качества в Академии и в научных публикациях. То есть, если журнал находится в «Скопусе», считается, что журнал публикует высококачественные статьи. Надо, конечно, на это смотреть критично, поскольку включение в базе данных «Скопус» не всегда автоматически означает, что журнал публикует хорошие качественные статьи. И то, что есть журналы, которые намерно не хотят попадать в «Скопус», потому что они считают, что им это не надо. Но, на самом деле, они признаны как журналы хорошего качества в разных дисциплинах. «Скопус», по большому счету, это попытка бюрократизации Академии. То есть, надо как-то мерить, какие журналы хорошие, какие нехорошие, какие ученые публикуют лучшую науку и какие публикуют худшую науку. И тогда «Скопус» стал главным стандартом или, главное, просто признаком качества. Несмотря на то, что, хотя бы для меня, не существует лучше или хуже, а существует просто солидные исследования и не солидные исследования. И поскольку исследования солидные и имеют значительные результаты, их стоит опубликовать. Для создания стратегии публикации надо сначала иметь понять, что такое «Скопус». «Скопус» — это просто база данных, в которые включаются журналы, которые туда просятся. Как они просятся? Они подают заявку. Почему? Потому что, если твой журнал находится в «Скопусе», разные министерства и разные органы оценки качества исследований и качества в любой стране, они будут считать, что твой журнал высококачественный. И, соответственно, авторы, они будут подавать статьи на твой журнал, потому что они хотят тоже опубликоваться в «Скопус». Чтобы зайти в базы данных «Скопуса», есть проверка. Проверка, она состоит обычно из трёх шагов. Номер один. Учёный или какой-то ревьюер проверяет качество статьи, которые опубликованы. Допустим, если я подался в этом году, последние трёх лет моего журнала они будут просмотрены. И все статьи, которые мой журнал опубликовал в протяжении последних трёх лет, они будут просмотрены одним или двум редакторам. Если качество достаточно хорошее, тогда идём дальше и смотрим. Если журнал публикуется регулярно, то есть если я обещаю один выпуск в январе и один выпуск в июне, могу ли я всегда держать слово, то есть могу ли я всегда публиковать в январе и в июне без опоздания? Если регулярно, и что смотрится? Количество цитатов. Поскольку считается, что журнал без цитатов или без достаточного количества цитатов вообще не прочитан. То есть люди не читают и, соответственно, не цитируют. И тогда непонятно, почему надо его включить в скопус, потому что журнал не имеет никакого импакта, не имеет никакого значения. Раз твой журнал зашёл в скопус, ещё есть такой вопрос по поводу импатфактора. То есть журнал классифицируется с первого до последнего по импатфактору. То значит, в принципе считается, что журнал с самым высоким импатфактором, он является лучшим в той дисциплине, в той дисциплине. Имеет в виду, что в скопусе журналы они разделены по дисциплинам. То есть в каждой дисциплине есть первый, второй, третий журнал в мире, который находится на первом месте и за импатфактором. Импатфактор – это очень простая вещь. Это количество статей над количество цитатов. То есть, допустим, если у меня есть в протяжении этого года 10 статей, то есть я опубликовал журнал два раза, и каждый раз есть пять статей в журнале, есть 10 цитатов, практически мой уровень цитатов – это один. То есть за каждую статью у меня есть один цитат. Не важно, что одна статья процитирована три раза, а другая – ноль. Это просто в среднем 10 и 10. Тогда у меня импатфактор один. Если у меня есть 100 статей и 10 цитатов, тогда значит, что ноль один – это импатфактор. поскольку есть 100 документов, которые можно цитировать, и 10 цитатов только. Это позволяет уравнивать всё, потому что если у меня есть много статей, соответственно, есть большая вероятность, что есть много цитатов. Так мы можем просто в среднем считать и считать уровень цитатов на количество статей. Теперь импатфактор считается в протяжении двух, трёх, четырёх лет, то есть это не за один год. За один год, за один год, то есть суммируются статей и потом суммируют цитаты, и в среднем сколько получается – это определяет импатфактор. Тогда импатфактор тоже определяет, что такое квартир. Раз мы знаем импатфактор каждого журнала, который находится в скопусе, тогда можно считать тоже квартир. Квартир – это одна четверо любого населения. То значит, если есть 100 человек, или 100 книг, или 100 статей, каждый квартир состоит из 20% их, то есть в том числе 25. Но, соответственно, если население – это 2000 журналов, каждая квартира состоит из 500 журналов. Обычно в скопусе пишутся Q1, Q2, Q3 и Q4. Q1 – значит первые 25% журналов в мире, то есть на самом высоком уровне. Q2 – значит, что журнал находится среди первых 50% журналов в мире, Q3 – это 75% и Q4 – это 100%. То есть практически журнал имеет только заслуга, что находится в скопусе. Разные страны относятся по другому квартиру. То есть, допустим, в Эстонии, главное, чтобы твоя статья была в скопусе, не важно в каком квартире. А в Ирландии, если ты публикуешь журнал, который в первом квартире, ты получаешь больше баллов или больше признания, чем если ты публикуешь журнал, который находится во втором или третьем квартире. Если всё так просто и можно просто идентифицировать сразу журналы, которые имеют самый высокий импорт-фактор и которые, в принципе, самые лучшие в мире, почему не подаваться сразу, всегда на первом журнале, на втором журнале, на второй журнале в мире? Существует цена подачи в журнал. То значит, что самые лучшие в журнале, они тоже самые сложные. И тут для меня существует четыре критерия. Номер один – это количество отказов. Если журнал очень известный, он получает очень много статей на рассмотрение. Тогда получается, что, может быть, за один год они могут опубликовать только 10 статей. И они получают 100 статей. То есть, первое, им будет сложнее определить. И второе, конечно, если они получают 100 статей, и 10 из них, они очень хорошие, статей, которые средние, то есть, значит, что они вроде бы хорошие, можно их опубликовать, но надо еще чуть-чуть поработать, они будут просто отказаны. Потому что нет времени и просто нет места в журнале. Номер два – популярность журнала в вашей среде. Значит, допустим, я опубликовал такие же исследования, то есть, в результате одного исследования, в двух журналах. Один – это был центразиатский журнал. И второй – это был просто в Весмирный журнал. Весмирный журнал имел импортфактор намного выше, чем центразиатский журнал. Но та статья, которая опубликована в Весмирном журнале, она получила меньше цитат. Почему? Потому что люди, которые читали этот Весмирный журнал, они были не заинтересованы в Центральной Азии, или большинство их. С другой стороны, те, которые читали центразиатский журнал, конечно, думают, что Центральная Азия – это самое главное в мире, самое главное для них. И тогда все читатели того журнала, скорее всего, хотя бы смотрели на мою статью и, соответственно, ее цитировали. Есть еще скорость журнала. То есть, если журнал очень престижный, значит, что очень многие люди подаются и очень много статей разрабатываются. В данном случае иногда надо будет ждать очень долго, чтобы опубликоваться в этом журнале. Я знаю журнал, за который надо ждать 2 или 3 года, чтобы опубликоваться. Поэтому, если у вас есть исследования, которые относительно свежие, и вы хотите их опубликовать, надо тоже выбирать журнал, который в разумном времени может их опубликовать. И четвертый элемент – это Open Access. Значит, что вы хотите, чтобы ваша статья была доступна или вам все равно. Потому что очень многие журналы, они закрывают статью и дают доступ только при оплате какого-то абонемента. Тогда, получается, вы имеете хорошую статью, вы очень много работали, но ваша статья недоступна. Или вы должны просто по знакомству делиться, то есть отправить только своим коллегам напрямую, потому что на сайт нельзя оставлять. С другой стороны, Open Access позволяет делиться статьей, как вы хотите, то есть распоряжаться, потому что все интеллектуальные права, они остаются у вас. И поэтому можно разместить его на сайт вашего университета, на сайт вашего института, на вашем сайте, на академии, на ресурсе, везде, без ограничений. И это тоже важно. И если, конечно, вам нужна статья в журнале, который очень престижен и вам не важно, если он доступен или не доступен, потому что ваш начальник или потому что вы хотите попасть в журнал, который Q1, тогда нет вопросов. Но если хотите распространять вашу статью, и чтобы побольше людей видели, вы можете просто искать журнал, который все равно с корпусом, но который Open Access. В социальных науках такие журналы чуть менее престижные, то есть они имеют ниже импорт-фактор, чем главный журнал. Но это не значит, что они менее качественные, значит просто импорт-фактор ниже. Раз мы говорим о престиже и импорт-фактор, я хочу, чтобы вы имеете в виду тоже существуют хитросты, чтобы импорт-фактор увеличивать и в журнале, и у автора. То есть, значит, что можно увеличивать уровень цитатов любого автора. Я об этом не говорю, потому что хочу, чтобы вы хитрили. Но если вы имеете в виду, что есть такие моменты, вы можете тоже не фетишизировать, то есть не делать фетиш из импорт-фактора. То, значит, импорт-фактор – это просто число. И можно искусственно его как-то подкачивать. Зато качество нельзя искусственно модифицировать. Либо есть, либо нет. Как можно делать импорт-фактор лучше, то есть выше? Два журнала могут просто друг друга цитировать все время. Недавно был скандал, и один редактор журнала подал вставку, потому что увидели, то есть заметили, что он постоянно, то есть регулярно цитирует один журнал из другого. И, конечно, соответственно, импорт-фактор увеличивался в обоих. Потом, если вы хотите сами цитирование автора вашего департамента, то есть социальных наук опубликуйтесь просто с биологами, с медиками, с астрофизиками. Там импорт-фактор намного выше. И поэтому, если у вас будет одна статья с биологами, скорее всего, та статья будет цитирована по всему миру, и вы получите очень много цитатов. Это не значит, что вы лучший ученый. Это значит просто, что у вас есть много цитатов. Также соавторство тоже влияет на то, что если есть много авторов, и каждый себя цитирует один раз, вы получите очень много все равно цитатов. Допустим, если в статье есть 100 авторов, и каждый автор себя цитирует один раз, у статьи уже сразу находится 100 цитатов. И это все равно не значит, что статья лучше или хуже. Значит просто, что каждый автор цитировал себя. А если вы антрополог и сам публикуете только как единственный автор, конечно, это будет сложнее набирать по 100 цитатов. Так что, что означает создавать стратегию публикации? Для меня означает, номер один, минимизировать уровень отказов. Потому что, если я трачу очень много времени в то, что отправляю туда статью, и каждый журнал отвергает мою статью, конечно, я буду работать меньше, буду тратить больше времени просто на высылание направо и налево. Для этого надо просто немного ознакомиться с критериями каждого журнала. Существуют эмпирические журналы, которые больше ценят именно эмпирические данные. Существуют теоретические журналы, которые иногда даже не смотрят на эмпирические данные и спрашивают, а что это означает. Существуют региональные журналы, которые думают, Но для нас хотя бы Центральная Азия, это просто самый главный регион, мы хотим опубликовать статьи по Центральной Азии. Но с другой стороны, если я отправлю статью о Центральной Азии в журнал, который находится в Америке, и где для них самое главное это Америка или Западный мир, я должен почему-то объяснить, почему мои исследования важны для таких читателей. Потому что там будут тоже читатели из Бразилии, из Африки. И тогда зачем Центральная Азия нужна? Нужна, потому что мы можем участвовать в теоретических дебатах. Тогда случаи Казахстана или Узбекистана, они могут просто помогать в теоризации какого-то социального феномена и, соответственно, продвигать науку. Стратегия публикации тоже означает, что я научусь отвечать на комментарии каждого ревьюера. И отвечаю неофтально, приятно и стою на своем месте, то есть стою за своим убеждением, если я объявил их. Стратегия публикации тоже означает, в какой скорости я буду публиковать разные статей, сколько статей и как. Потому что самые лучшие журналы, они очень медленно публикуют. То есть они могут очень медленно публиковать, особенно в социальных науках. И тогда, если у меня есть одна статья каждые 2-3 года, да, конечно, в самом лучшем журнале, но каждые 3 года, я являюсь риском. Потому что, допустим, я подался на грант. Донор говорит, если ты подался на грант за один год, и за один год ты не успеваешь ничего публиковать, какие у тебя будут результаты этого гранта. Поэтому иногда мы советуем принимать стратегию от двух скоростей. Это значит, что я публикуюсь, я стараюсь публиковаться в самые лучшие журналы, как получается. То есть раз в 2 года, 3 года и так далее. Но на самом деле я публикуюсь тоже в то, что называется средний журнал, или, скажем, менее популярный журнал каждый год или каждые 6 месяцев. Тогда я могу доказать количество и качество. Количество, потому что я регулярно публикуюсь, и тогда донор или мой работодатель не буду бояться, что я могу остаться 2 или 3 года без публикации. А с другой стороны, качество, потому что я говорю, если я хочу, когда я хочу, я могу подавать на самые лучшие журналы, и они меня принимают. Имейте тоже в виду, что цитаты, импорт-факторы и журналы, это одна часть вашей репутации. Потому что если вас все знают, из-за того, что вы украли работу, вы плагировали, вы плохо относитесь к студентам или коллегам, это все равно считается в академических кругах. То есть для министерства это может быть не так важно, они на это не смотрят, они смотрят просто на цифры. А на конференции или когда надо общаться и работать с другими учеными, эта репутация, она очень считается. Поэтому стратегия публикации для меня включается тоже в способности относиться к другим ученым. Так что спасибо за внимание и удачи!